Небольшая, но очень умная мастерская разместится в помещении бывшего слесарного класса. Долотой напильники уступят место современным компьютерам и роботизированным станкам с числовым программным управлением. В тесной связке с коллегами с Мурманскими, с Кольской ГМК, с Норильским Никелем, утрясали сегодня последние пункты по оборудованию, которые нам необходимо доприобрести, с учетом того, что мы посетили Петербург, Политехфаблаб, то есть увидели там, изнутри уже видели эту картинку и уже появилось понимание конкретно то, что мы будем делать и то, что мы хотим сделать. Большой фрезерный, гравировальный, лазерный станок-раскровщик, 3D-принтер. Кроме стартового пакета, лабораторию можно доснастить в зависимости от потребностей молодых инженеров. Но даже если в данной конкретной мастерской не окажется нужного устройства, всегда можно воспользоваться помощью другой лаборатории, расположенной, например, в Санкт-Петербурге. Таким образом, с помощью интернета все фаблабы объединяются в практически всемогущую технологическую платформу. Еще одна важная составляющая – это использование лаборатории в образовательном процессе. Теперь выпускники Политехнического колледжа при подготовке курсовых и дипломных работ смогут представлять свои проекты не только на бумаге. С помощью оборудования вот этого вот фаблаб, действительно уникального, они могут в руках подержать и пощупать то, что они спроектировали, то, что они сделали. Первый конкурс на организацию лабораторий научно-технического творчества «Фаблаб» является важной частью большой благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей». Предполагается, что еще один такой конкурс может быть проведенный в будущем году. Для компании это не только вложение средств в территории присутствия, но и возможность расширить кадровый потенциал, найти наиболее перспективных, талантливых ребят и потом привлечь их для работы на производственных площадках как заполярного филиала, так и кольской ГНК. Всего на конкурс было подано 9 заявок. После первого формального отборочного тура из них были выбраны 5 финалистов, а в конечном итоге два победителя – централизованная библиотечная система города Норильска и Мончегорский политехнический колледж. Кстати, «Фаблаб» в городе Металлургов станет вторым на северо-западе России. «Победители прошли обучение в действующем Фаблабе, посмотрели его работу в Санкт-Петербурге, участвовали в организации работы со школьниками, и сейчас теперь все в их руках». Полезна эта лаборатория будет и для разработок проектов малого и среднего бизнеса, например, услуг по автотюнингу или проектированию домов. Однако бесплатная и для всех лаборатория будет только на начальном этапе. В дальнейшем, и таким было одно из условий конкурса Норникеля, любая «Фаблаб» должна будет перейти на самоокупаемость, ведь для ее работы нужны дорогостоящие материалы. А вот для студентов колледжа планируется ввести систему бонусов, которые позволят и в дальнейшем материализовывать свои идеи бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...